Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы продолжаем с вами разбирать события вокруг Рождества Христова. Сегодня мы обратимся к описанию Евангелиста Луки. Во 2 главе с 8 по 14 стих идет повествование о явлении пастухам близ Вифлеема Ангела Господня. Давайте прочитаем об этом событии. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их. И убоялись страхом великим. И сказал им Ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее. Слава вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение. Свидетелями чудесного благовестия стали пастухи на поле, в той стране, то есть близ Вифлеема. Палестинские пастухи в течение пастбищного сезона действительно жили под открытым небом, загоняя на ночь стада, взделанные на скорую руку загоны. Скорее всего, близ одного из таких загонов и произошло чудесное явление. Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их. И убоялись страхом великим. Евангелист Лука вновь описывает явление Ангела. Напомню, что первое Писание связано с Захарией в Иерусалимском храме, второе – с благовещением Деви Марии, третье произошло во сне Иосифу, и вот теперь пастухам. Ночь – это особое время, наиболее подходящее для божественного откровения. И это откровение происходит через Ангела. Возможно, что этот тот же Архангел Гавриил, весть принесенная Ангелом, исходит от Бога, поэтому ночную тьму озаряет слава Господня, которая понимается как ослепительное сияние, указывающее на присутствие Божества. И, конечно, когда человек соприкасается с Божественной силой, его охватывает страх. Мы встречали это в описании явление Ангела и раньше, поэтому уже не удивляемся, что пастухи убоялись страхом великим. И вновь Ангел Господень начинает свое обращение к людям словами «не бойтесь», а затем продолжает «я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо отныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Ангел принес пастухам радостную весть о рождении Спасителя. Эта радость будет всем людям, прежде всего, конечно же, людям Израиля, которые в течение столетий с нетерпением ожидали пришествия Христа. Но уже после сошествия Святого Духа на апостолов к этой радости через проповедь стал причастен и весь мир. То, что Мессия должен родиться в городе Давидовом, было прекрасно известно уроженцам Вифлеема, которыми, вероятно, и были пастухи. Сам Ангел наделяет Иисуса Христа титулом «Спаситель». В книгах Ветхого Завета этот титул принадлежал исключительно Богу. В данном контексте он подчеркивает неразрывную связь между Богом Отцом и Его Сыном, воплотившимся на земле. Интересно, что титул «Спаситель», так часто употребляемый современными христианами, редко относился ко Христу в древнейшей церкви, потому что был скомпрометирован тем, что им часто наделялись императоры, например, «Август», о котором шла речь в прошлой передаче, и лишь с христианизацией Римской империи этот титул прочно закрепился за Иисусом Христом. «Христос» — это греческое слово, которым переводится еврейское «мешиах». Слово это означает «помазанник», потому что по древнему обычаю царей, а также пророков и первосвященников помазывали оливковым маслом в знак того, что Бог даровал им силу и возможность исполнить возложенную на них миссию. Но обычно под словом «мешиах» или «христос» понимался долгожданный царь из рода Давида, который, по мнению народа, свернет иноземное иго и восстановит былое могущество Израиля. Наверное, поэтому в своей земной жизни Господь никогда не позволял ученикам открыто исповедовать Его Христом, опасаясь, как бы люди не стали видеть в Нем прежде всего политического вождя. В христианской культуре само слово «Христос» стало неотъемлемой частью имени воплотившегося Сына Божия. «И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». Знак, предложенный пастухам-ангелам, парадоксален. Кто мог предположить, что Спаситель, Христос Господь, лежит в кормушке для животных? Вот уж поистине является на земле значение имени Божия, которое получил Моисей на Синае, Яхва, то есть сущий. Господь есть тот, кто Он есть. Он существует не по нашим правилам, а исключительно так, как Сам желает. Когда весь Израиль ожидал рождения царя, царствующих в высших кругах иудейского общества, Он соизволил родиться в хлеву и быть положенным в ясли. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее. «Слава вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение». Так, свидетельство одного ангела подтверждается свидетельством множества. Это удивительное явление ликующих небесных сил еще больше должно было укрепить пастухов в том, что родился величайший из всех рожденных на земле, «Тот, о котором радуется воинство небесное и все люди, и небо, и земля». «Слава вышних Богу», то есть слава высоко на небесах тому, кто явился поводом этой радости, то есть самому Богу. «И на земле мир». Мир, как состояние спокойствия, тихой радости, которая пришла на землю с рождением Мессии. Мир между Богом и человеком. Спасение, как величайший дар людям. В человеках благоволение. Благоволение – это проявление божественной любви к людям, которая и выразилась в благовоплощении. И здесь под человеками, то есть под людьми, понимаются те, кто согласен принять эту божественную любовь. Завтра, дорогие братья и сестры, мы продолжим чтение священно-евангельской истории, благой вести о нашем спасении. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, душе моя, Господа! Благослови, еси Господи! Субтитры создавал DimaTorzok